Незаконный бизнес на иностранцах. Три человека, две женщины и мужчины обвиняются в обмане желающих трудиться в России граждан ближнего зарубежья. По версии следствия, они обманули 10 человек более чем на 500 тысяч рублей. Приезжим предлагали быстро и без проблем оформить все необходимые для пребывания и работы документы. Но последние, как выяснилось, были поддельными. Сегодня в Приволжском суде Казани был допрос обвиняемых из зала суда Анны Городного. Одна из подсудимых, Манежай Ралиева, перед тем, как давать показания, начала жаловаться на свое здоровье. Сегодня она то пудалась в показаниях, то уверяла, что ничего в уголовном деле не подписывала. Заявила, что потерпевших и в глаза не видела. Однако при расследовании дела говорила совсем иное. То есть с ваших слов все было написано, правильно? Да. Вы подписались? Да. Так вы говорите, что наглазила, приходила в сторону. По версии следствия, две женщины и мужчина, гражданка Таджикистана и двое казанцев, предварительно сговорившись путем обмана, похитили крупные суммы у иностранных граждан. Последним обещали быстро и без проблем оформить документы на пребывание в России и разрешение на работу. Деньги брали вперед от 25 до 160 тысяч рублей. На их предложение откликнулись 10 человек. Общий ущерб более 500 тысяч рублей. Все происходило с мая по ноябрь 2015 года. До суда кто-то из них свою вину отрицал, а кто-то признал полностью. Хотя изначально они и отказывались о своей причастности к мошенничеству. Свою вину вы из поединениях признаете? Да. Полностью? Полностью. Ну я же ездила к Мухтурову, я брала у него 25 тысяч. Я написала ей чистоте, сердечное признание. Я вспоминала, как я могу сейчас отказаться от этого сказания. Так что вину свою я полностью признаю. Женщина рассказала, что деньги 25 тысяч рублей у одного из потерпевших брала и вину свою в этом признала. Говорит, потерпевшим поддерживает связь и обещала ему все вернуть. Сейчас она без работы, стоит на бирже труда и воспитывает несовершеннолетнюю дочь. А вот Дмитрий Захаров, тот, кому инкриминируется 8 эпизодов мошенничества и один случай организации незаконного пребывания в России иностранных граждан, вину полностью признавать не спешил. Говорит, мошенничеством не занимался, а лишь ставил печати на поддельные документы. Из-за них потом у потерпевших были проблемы при выезде из страны. Эти эпизоды были выявлены уже после того, как подозреваемых в минувшем году один раз уже приговорили за те же самые деяния. Тогда потерпевшими по делу проходили трое иностранцев, и ущерб был меньше 100 тысяч рублей. 75 из них подсудимые возместили. Ранее, 3 октября 2017 года, приговором Приволжского районного суда города Казани, данные лица были осуждены к лишению свободы от 2,5 до 3 лет. Сегодня прокурор просил назначить обвиняемым наказание также в виде лишения свободы Дмитрию Захарову 3 года и 6 месяцев реального срока. Юлия Прокофьевой и Манежей Ралиевой по два года условно. Судья на этом объявил перерыв в слушании дела до начала августа. Тогда и будет вынесен вердикт.